Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим с вами игру Terra. The Battle of the New World. Игрушка в жанре MMO с рейтингом 18+, поддерживающаяся конторами Unreal Engine, Dolphy Digital, Destiny Development, Bluehole Studios. Основной фишкой ее является боевая система с упором на No Target, и это настоящая No Target система. Недавно она перешла в русский ОБТ, поэтому давайте смотреть, здесь внушительное количество класс и расов, и довольно хорошая кастомизация персонажей. Не буду долго говорить. Первый экран же Теры встречает нас с выбором сервера. Всего серверов 7 на данный момент, 3 из которых ПВЕ, а остальные 4 ПВПшные. Тут вы можете найти себя, посоздавать персонажей, по-моему, 8 на каждом сервере, попробовать, ну почти все, если учесть то, что в игре всего лишь 9 классов. Я сказал всего лишь, потому что сейчас вспомнил про ArcheAge, где была бесово туча классов. В игре доступно 7 раз, как видите, это человек в двух полах. Кастаник Оман Папори Хомяки Однополые, судя по всему. Эйлен Эйлен Барака И высшие эльфы После выбора, собственно, расы, нас приветствует окно выбора классов. Классов, как я уже говорил, 9. Это берсерк Это рыцарь Убийца Воин Мак Лучник Жрец И мистик Сейчас добавили еще Девочкам с кроличьими ушами Еще один класс Но он пока еще на тесте, поэтому, я думаю, смысл его показывать особо нет. Рассказывать что-то про эти классы Я не думаю, что есть необходимость Берсерк это типичный ДД, который может протанковать Рыцарь это типичный танк Мак Убийца Это чистый ДД с двуручным мечом Воин Это тоже чистый ДД, но, как вы видите, по мастерству игрока он требует 5 звезд Самый сложный класс, ну, по крайней мере, так считают разработчики Мак самый простой, соответственно Рейндж ДД, но слабый очень вблизи Лук Кто не знает лука Жрец Это хиллер Саппорт Ну и мистик больше саппорт Ну и в основном ДД Наверное, выберем мага Для демонстрации Ну и, собственно, выбор внешности Весь интерес представляет вот именно вот это вот окошко Оно раньше появлялось уже в корейских играх То есть мы можем посмотреть, как будет выглядеть наш персонаж По мере развития и наращивания на ней каких-то доспехов, что ли По мере поднятия левела Как вы видите, наша магесса будет выглядеть все время в вечернем платье Я не скажу, что это плохо Но в этом есть какая-то определенная корейская наркомания Потому что, ну вот это, ну никак не назовешь боевыми доспехами Даже для мага Для того же убийцы доспехи будут выглядеть уже повнушительнее Но никуда не деваются типичные бронелифчики и глубокие корсеты Ну, я думаю, теперь вы понимаете, почему Эта игра набрала рейтинга 18 Ну и, по идее, самый запакованный в броню это же должен быть рыцарь Который носит тяжелые доспехи А тяжелые доспехи вот где-то приблизительно вот так Да-да-да Защиту обеспечивает явно нехеровую Особенно вот этот, чтоб можно было располовинить Что ж, полюбовались внешкой Теперь давайте посмотрим, собственно, конструктор персонажей Сразу же нам доступны Эннекое количество пресетов Кастомизация богата и довольно красива Но, к сожалению, создать уродину Или какого-то страхопудия с альфа не получится Реалли Особенно Кастомизация Удивная На В разделе прически мы можем выбрать цвет нашей златокурой красавицы. И собственно еще подкорректировать ее причесом. Но меня вполне устраивает стандартный пресет. В разделе лицо мы можем подкорректировать собственное ей личико, выбрать ее цвет. И остановиться на чем-то более-менее приемлеме. Особенные черты это собственно брови. Говорят, аксессуары и макияж. Вот это мне по нраву. Тут мы можем уже поконкретнее настроить. Брови, скулы, челюсть, ширина челюсти, подбородок, глаза, нос, рот, уши. Конструктор персонажей довольно объемный и хороший. В последнем же меню мы можем лишь подобрать ей голос. Такое чувство, как будто женский теннис смотрит сейчас из лоха. И выбрать имя. Создание персонажа закончено. Переходим в геймплей. Вот он, остров Зари. Теперь скучно не будет, скорее бы. Терпение, новичок. Что бы не погубило первую экспедицию, оно смертельно опасно. Этот остров — кладбище. Ха, кладбище для любого, кто решит со мной силой помериться. Ну, кто не трус? Я с тобой. Услышав про таинственный остров, что высится среди моря, я захотел сам его увидеть. Нужно всегда хотеть чего-то большего. Где таинственный остров, там древние сокровища. То есть место просто отличное. Клянусь титанами, остров-то огромный. Хватит болтать, новички. Спускайтесь сюда и за работу. За Федерацию. Вот, собственно, интерфейс. Горячие клавиши. Все F-ки до 6. И до 6 кнопки. От 1 до 6. Правая и левая кнопка мыши и кнопка C. Фар не особо большой, но это и хорошо. Ну, получаем первые же квесты. Разговариваем тут с разными человеками и не очень человеками. А что? Собственно, большое окно чата. Сверху полоски жизни и маны. Дополнительное здоровье, как я понял. Сразу же нам дают возможность записаться на какой-то рейд. Сходить в какое-то подземелье первое. Ну, пока это нам не по силам. Сколько я знаю, все донжоны тут начинаются левелы с 30-го и с 40-го. На экране есть вот такой вот прицел. Как вы видите. И все скиллы будут ориентированно лететь именно в этот прицел. Ощути силу ядра. Силу ядра? Как скажешь. Ощутю. Если дадут кого-то заядрить, я обязательно ощутю. Продолжение следует. Собственно это и есть Боевая система Как вы видите Но за каждый класс она разнится кардинально И маги которые наносят Высочайший урон Успокойся дурачок Дальше будут выписывать просто Световые шоу А берсерки будут раскручивать Своими топорами так что Аж фпс начнет проседать Я уже молчу про луков Которые своими воротами не будут Никому не жить Но при этом Все будут эффективно, красиво И здорово помирать Первые квесты довольно лягенькие То есть мы ходим, что-то ищем Кого-то убиваем, тренируемся Осваиваем постепенно Боевую систему Сразу же Бросается в глаза стиль похожий на Айон Не знаю, может это просто мне так Но Огромные деревья Это графика И собственно Какие-то Избранные Которые прилетают сюда Это Чем-то все-таки напоминает Славный Айон Не забывай меня, а я тебя Тебе, похоже, нужна помощь Нет, спасибо Мне не нужна твоя помощь Дай потоку магии нести себя Конечно, как скажешь Вибрацию ядра Почувствую Собственно Вот так вот У нас Появляются первые скиллы Мы просто их покупаем Они постепенно С левелом развиваются Естественно До предельного левела До 70-го Или До 65-го Всегда спрашивай Всегда Проверяй Ну что ж Давай проверим Еще Новые скиллы Вы просто выносите На ваш бар Ничего в этом сложного нет И начинаете постепенно Постепенно Давать люлей Всему, что двигается Ходит Ползает Перемещается Как вы видите Боевка уже стала Разнообразней И заметно Веселее Но надо по-прежнему Подглядывать Моменты для Уворота Моменты для Атаки Прочего и прочего Постепенно Постепенно Мы осваиваем Новые скиллы Продвигаемся Дальше По сюжету Игра у нас Начинается На небольшом Острове Мы качаемся До 11-го Уровня И отправляемся Уже в большой город Вступай на запад Поищи хрюшек Среди деревьев У века Со злобного На них Зуб Похоже Пускай лучше Выберет Врага Своего Размера Хотя бы Не свинью Так сказал Как будто Свиньи Это какой-то Стратегический Ресурс Я не знаю Или граждане Которые Требуют защиты Вегас Все Успокоился Давайте еще Одного Забьем Почему бы и нет Лучник Там так Подключился Что аж Бедняжка Подох Лучник Ты какого Левела 12 Что ты тут Делаешь Иди отсюда Шмотки Выпадают На четвертый И выше Поэтому Идем Апаться Чем могу Помочь Одевать Новый Шмот И Продвигаться Дальше По этой Небольшой Обучающей Локации Будешь Биться За нас На первый Взгляд Типичная Корейская Гринделка Но В ней Есть Что-то Такое Спокойное Знаете Со времен Йона В Йон Я играл Ну Довольно Долгое Время Если я Скажу Что Это было Где-то Приблизительно Полгода С меня Могут И люди Посмеяться Потому Что Они Играют В ММО Годами Но Тем не Менее Я не вижу Смысла Убивать В это Какой-то Вообще Не денег И особо Много Времени Если Уж Прям Не нравится Но Там С развитием Все Становилось Только Хуже И Скучнее А Раньше Я играл Теру На Корейке Пускай Она Там И Лагала Но Это Было Приятно И Весело Я Там Поднял Не помню 30 уровень И По-моему На Этому Я Забросил Потому Что ФПС Не Хватало А Для Крутых Сражений Ну Его Просто Не Хватало На самом Это Деле Но Теперь Когда Она В России Это Русский Клиент Все Квесты Отсущены Все Квесты Переведены Это Славно Мне Кажется Еще бы Переверили Реально Star Wars The Old Republic И Возможно Death Когда Он Станет Бесплатным Да И Все В Принципе Эти Игры Наберут Популярности Вы Можете Там Оставлять Эти Внутри Игровые Магазины Без Сомнения Они Будут Популярны Но Сейчас Мы Говорим Про Теру Которая Уже Нашла Своего Клиента Нашла Своих Зрителей Нашла Своих Почитателей Ядро Управляет Всем Гости Многому Могут Нас Научить Давайте Найдем Еще Скилл Мастера Острый Ум Острый Клинок Питайся Энергией Ядра Что-то У вас Разговоры Про Ядро Товарищи Начинают Потихоньку Напрягать Хотя Может Это Из-за Того Что Я Бабу Выбрал Поэтому Они Про Ядро И Заталкиваются Ну Ладно Квисты Квисты По первое Как вы Видите Ненавязчивы Собственно Основная Их цель Обучения Привыкания Привыкания К интерфейсу К игровой Механике И К возможностям Собственно Самой игры Потому что В первое Там Буквально Часа два Игра Показывает Все что Она Может То есть Если вы Аппаете 15 уровень Да даже Че там 15 Ну да 15 Аппаете 15 уровень И понимаете Что игра Вам не нравится То можете Забивать Просто на это Да Дальше будут Донжоны Но дальше Только будет И больше Гринда Соответственно Если вам Игра Не понравилась До 15 Левела Смело Ее выключать И удаляйте Потому что Ну Дальше Будет Только Упор На те Аспекты Которые Уже Были Рассмотрены Графика Простая И Приятная Для глаза Интерфейс Простой Боевая Система Довольно Крутая Потому что Система No Target Это всегда Круто Да и Мир Интересен Лор Прописан Все квесты Переведены И озвучены Это здорово Периодические Кинематографические Вставки Только Придают Игре Шарман Вы Луась Уже Девочка Ты Так Легко Карабкалась По этим Веткам А теперь Типа Вылезти Сюда Проблема Форпост Башни Нет Но Другого Свитка У меня Судя по всему Нет Поэтому Да Типа Давай За федерацию. Мои уши внемлют твоим словам. Удача нам улыбается. Мы друг друга уважаем. Ну вы молодцы. Раз вы друг друга уважаете. Вы молодцы. ФПС кстати стабильный. 30 фпс. Нормально. Люди вроде бегают. Но стоит лишь я думаю перейти в большой город. Он резко опустится. С добавлением всего лишь одного скилла боевая система меняется. Она остает более развитий. И соответственно сложнее. Ну и красивее. Согласитесь. Некоторые скиллы периодически складываются в комбо. Поэтому если вы освоите эту систему в досконалости, он не будет сложно нигилировать буквально любого врага. Хотелось бы еще немножко коснуться интерфейса. Как вы видите. Вот тут собственно мы можем посмотреть весь эквит на нашего персонажа. Собственно это оружие. Это руки и ноги. И это верхняя одежда. Позже добавляется бежа в виде колец, пояса, белья, амулета, броши. Затем можно обвесить персонажа еще различными, непонятными пока для меня, какими-то приблудами. Но собственно расти есть куда и есть пять пресетов для этого. Тут мы можем еще посмотреть подробную информацию. В виде показателей. И посмотреть свою статистику по поводу подземелий. На пути к 10 левелу нас уже встречают в принципе монстры посильнее. Но все равно опасности, если знаешь свои скиллы, они не представляют. Челлендж растет, все становится веселее и круче. И постепенно, постепенно мы приближаемся собственно к 10 уровню. Тут я так понял мы попадаем в первый данжик. Который можно пройти самостоятельно. Хм, здесь вы двигаетесь за мной, ладно, пойдем. Только что-то ты медленно двигаешься, ну да ладно. Надо кого-то убить. Убьем. Плесень. Плесень. Ну хорошо, вроде живем. Ничего сложного, просто немножко непривычно. А, он меня еще и хилит, так что вообще все легко и просто. Как вы видите, ноу-таргет, действительно ноу-таргет. То есть промахнулись с пылом и он не попал, соответственно. То есть не попали по прицелу, все, до свидания. Ах ты, е-мое. Туда побежал. Ладно, хватит, пойдем босса убивать. Вся эта возня меня уже притомила слегка. Это он босс? Ну ахереть. Большой! На Диаблу чем-то похож. Да уж. Ну чё, давай драться, чё. Ой! Нихер, гадый дерзок. Ты хорош. Ты хорош. Да серьезно. Хватит спамить. своими атаками, коридоры. А ну не шевелись. Ёпт, он меня сбил. Мне приказали охранять, пока не поднимет защит. Ты хороший воин, но скоро бог, демон лок меня воскресит. Не надейся, что это победа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хе, бог демон лок тебя воскресит. Кому ты нужен, дешевая шестерка? Ой, все. Слышь, а тут никакого сундучка там с сокровищами не будет, нет? Ну ладно. Хотелось бы вам еще показать несколько классов. Я для себя выбрал например лучника и убийцу. Бица мне понравился больше, потому что это все-таки ближний класс, который наносит хороший урон, плюс он может протанковать за счет своих уворотов. А лучник это лучник. В ПВЕ он незаменимый, да и в ПВП он хорош. Давайте начнем, пожалуй, с лука. Лучник это специалист в рейндж-атаках. Основа которого ловкость. В первую очередь ловкость. А если учесть его скорость атаки, и разнообразие ударов в будущем, я сомневаюсь, что кто-то может передамажить лука. Разве что только бурстовые маги. Не понял. Кто его отвлек? Никакого хрена, собственно. Меня передамажили. О господи. Да, как видите, рейнджа иногда не хватает. Но... Издержка. Издержка. Такой системы. Лучнику надо, наверное, самый больший рейндж ставить, потому что это все-таки лучник. Ну да ладно. Я думаю, это будут править. Это будет поправлено еще пассивками. Очень маневренный, очень быстрый класс. Я думаю, для любителей вот таких вот мгновенных ударов и мгновенных убийств этот класс подойдет лучшим образом. Потому что и в обращении он не особо сложен, так как тот же воин. И дамаг он наносит приличный. Но для тех, кто все-таки хочет красивых боев, красивых и динамичных боев сложности, все-таки придется выбирать воина. Потому что и мгновенные атаки, и ловкость, это все про воины. К тому же стиль двуручных мечей, это здорово. То есть по мечу в каждой руке, разумеется. Но для начала лук тоже неплох. Немаловажным аспектом игры за лучника являются также ловушки, о которых я забыл упомянуть. Они могут наносить как урон, так и усложнять прожатие скиллов другим вашим врагам, как в PvP, так и в PvE. Если вы грамотный лучник. А как правило, для того, чтобы быть грамотным лучником, необходимо быть пианистом. Но тем не менее, если вы разбираетесь в своих скиллах, которых будет довольно много, то вы сможете убить любого, который не сможет вам сделать практически ничего. Знаю по собственному опыту. Потому что на ЗБТ Корее я играл за лучника, докачал его до 40 уровня. Было здорово. Или потом это было ОБТ. Даже не помню, это черт знает когда было. Но тем не менее, лучник это замечательный класс, который подойдет, ну не любому конечно, но для любителей активного боя это однозначно мастхэв. А дальше только больше. Я не думаю, что это весь скилл бара, хотя я уже не помню какой он был на ЗБТ. Я думаю тут скиллов будет значительно побольше. Управляйся в ад. До 10 левела мы доносимся буквально за час. Я думаю больше не понадобится времени. До 10 левела качается все легко и просто, поэтому я не думаю, что оценить игру в течение часа это какая-то проблема. Тем более, что игра бесплатная и она русифицирована. Помогать другим всегда приятно. Ссылочка будет в описании, разумеется, на официальный сайт. Там же все просто. Вы просто регистрируйтесь, скачивайте клиент и наслаждайтесь замечательной игрой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Валерий voice Субтитры дала Диму выше он 10 я 8 нормально лук справляется пойдемте-ка я вам еще покажу как он нападает на толпу обилие маски лов которые дают поросраться многим из демонов короче опять у меня все спиздили хорошие люди нечестные я бы даже сказал ну ладно они явно повыше меня левелом зря это сделал но вроде разбирается мой еще конечно кривоватый скилл придает сложности игры ну да ладно принципе лук держит удар да и тащит неплохо но если все-таки приучиться то все получается знаете куда лучше чем не получалось вообще поначалу лучник сложный класс но все требует привыкания я думаю у меня закончилась мана я чувствую проблемы хотя нет показалось останавливайся чё ты думаешь что а то я так вошел в боевой раш что даже не заметил как у меня мана закончилась но все таки он крут все таки он крут тот же данж но теперь только луком 10 левела мы попробуем убить того босса в качестве сравнения я думаю физдд и магдд будет неплохо для серии они просто пока еще не отрисовались поэтому они не станут ты чё такой крепкий там ты ходит там что-то плазует Ничтожество Порешал, короче, их Мой этот самый Карманный кляр Ты что, блокировать Вздумал? Успокойся, придурочный Ладно, блокируем Да, тут как-то поживее Мы разбираемся со всеми проблемами Подходим Не дурно Очень даже не дурно Заряд выстрела на тройку Наносит Вдушительный урон Но я не думаю, что у меня особо получится Когда придется Уворачиваться Оборачиваться от босса Да-да-да Старый знакомый Привет Привет Вдушительный урон Ох ты Ох ты Скотина Чё? Мне приказали Cu Мне приказали охранять Пока не поднимется щит Ты хороший воин Но скоро бог Демон Лог Меня воскресит Не надейся, что это победа Хо-хо-хо-хо-хо Лог однозначно лучше Чем маг По крайней мере для меня Может это просто из-за того, что мне не хватало опыта Но луком я разорвал его в два счета А маг у меня еще чуть люлей не получил Поэтому, ну не знаю Я думаю, под мои руки лук самый то Может маг мне просто не подходит Ну что ж, вот такие вот классы мы сегодня посмотрели Это получился даже такой, можно сказать, абсортеры Потому что, ну я рассказал про то, как мы начинаем Я рассказал, что это в общем-то за игра Рассказал ее основную фишку Игра мне нравится Ну что ж, советую, конечно же советую в нее играть Потому что она хорошая, она русифицированная Она интересная Да, это корейская гринделка Ну что ж, дорогие друзья Я думаю, это достойная корейская гринделка Поэтому всем советую, на самом деле Если хотите же обзоров, классов Или еще каких-то вопросов Оставляйте их, пожалуйста, в комментариях Буду рад ответить Потому что, ну, я поиграл нормально на корейке На русском сервере я тоже засяду, наверное, на месяцок Но это будет попозже Тем не менее, игра получилась хорошая Достойная Многое Да, действительно многое изменилось С тех пор, как я играл на ЗБТ Но, чем не менее Игра хорошая Всем рекомендую Ссылка на официальный сайт будет в описании Соответственно, переходите по ней Регистрируйтесь, скачивайте И вступайте в замечательный мир Теры Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр С вами был Марс До новых видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok